Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать и показать, как я делаю снасть на хищника, будь то белой рыбы, будь то щука, так скажем, своими руками из подручных материалов. То есть использую для этого обычный утеплитель, который мы надеваем на сантехническую трубу. Туда можно для плавучести положить такой жесткий пенопласт или пену. Накручиваем на, так скажем, я его называю кружок, кто-то его называет кораблик, кто-то колбаса. Накручиваем примерно, ну зависит от водоема, метров 10 лески. Я делаю даже иногда и 14. Крючка, так скажем, в метрах в 5 на леску, надеваю вот такую липкую ленту. То есть, ну так скажем, это может быть просто обычный скотч. Для чего он нужен? Это наш сигнализатор. То есть он нам показывает, была поклевка или нет. То есть в сработанном виде, точнее в заряженном виде, сигнализатор будет на кружке. То есть вот доматываю я на него еще 5 метров лески оставшейся. Потом здесь стоит груз, привязан поводок. В кружке сделан ножиком вот такой разрез. То есть могу немножко его, так скажем, показать. Вот он, вот такой разрез. Для чего? То есть когда мы ставим наш кружок, мы можем спуск сделать где-то метр-полтора. То есть в эту засечку, в эту засечку я вставляю леску. Наш карась плавает. Он сработать, размотать его не может. То есть усилия ему не хватает. Плавает по водоему. Когда его хватает хищник, хищник, соответственно, ударяет сильнее, тянет сильнее. Он из этого зацепа леску вынимает. То есть леску вынул, и кружок в воде аккуратненько, не спеша, разматывается. Разматывается, разматывается, пока не до размотается до нашего сигнализатора. Вот он. То есть сигнализатор также ушел вместе с леской в воду. И наш кружок стал белым. То есть издалека я могу посмотреть бинокль. О, белый, значит, сработал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Пишите в комментариях, какие вы сами делаете кружки. Всем пока.